Ну, моя фамилия Яловенко Сергей Николаевич, но она, если прочитать наоборот, получится «Окны воли» или «Окно воли», «Окно свободы». Ну, просто «воля» более поздно, слово там «вольности» давали, поэтому как не Яковенко, не Яковенко, а Яловенко, «Окны воли», «Окно воли» или «Окно свободы», если прочитать наоборот. Моя работа будет касаться теории гравитации. Что такое гравитация? Ну, вот в ранних работах, вот тут можно обобщающие рисунки посмотреть, было, когда начиналось исследование гравитации, давайте я сначала пройду чуть дальше. Ну, вот литература на эту тематику, более шести книг, шесть книг. Вот формулы основные, которые можно, так сказать, увидеть. Вот формулы, которые я делал доклад раньше. Когда происходило исследование теории относительности, оказалось, что ни одно, ну, там есть ограничение на скорость света. Почему нельзя превзойти скорость света? Это вот у нас есть звук, и мы, я вот вам говорю, правильно? И скорость звука – это передача от одного элемента к другому, правильно? Да. Всё. Поэтому, что такое скорость света? Это передача от одного элемента эфира к другому. Ну, и вопрос, как превзойти вот эту передачу? Если я вот с вами разговариваю, правильно? Скорость звука зависит от плотности. И если я к вам буду бежать вот так с микрофоном, то, извините, что мы складываем? Я же не меняю плотность между нами. Это отдельный независимый процесс. Я его запустил, и он идёт, знаете, как шарики вот колеблются, так, 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 так. Вы можете бегать вправо-влево, это не имеет значения. Вы не можете складывать вот эти вещи, потому что это, ну, разные величины. Передача от одного элемента к другому – это то, что я вам буду бежать. Доплер – да, я буду уплотняться здесь, а вы будете убегать. То есть, если поставить вот эксперимент, который был поставлен со звуком, то мы тоже не обнаружим там скорость вот, ну, те добавки, которые вот по Лоренцам. Сжатие – да, будет. Одним словом, когда, так сказать, началось исследование вот теории относительности, оказалось, что в дополнение к скорости света есть ограничения ещё и на массу. То есть, ни одно тело нельзя разогнать больше скорости чёрной дыры. Казалось бы, почему? Когда чёрная дыра движется, ей надо восстанавливать электромагнитный заряд. А чтобы восстанавливать электромагнитный заряд, ей надо потратить определённую энергию. Поэтому, когда процессы вот исследуются близкие к массе чёрной звезды, то, получается, надо вводить новые коэффициенты. То есть, заряд относителен. То есть, когда мы разгоняем какое-то тело, мы тянем его за заряд, за волосы. А когда приближаемся к массе чёрной звезды, этот заряд начинается теряться. То есть, вы как бы лысеете, я вас не могу схватить. В результате вот показано в дополнение к вот этим формулам относительность заряда. Относительность заряда, заряд относительна массе. Чёрная дыра, если она стоит, вот стабильная, да, там спорно, может ли она иметь заряд или нет. Но если чёрная дыра будет двигаться, заряда не будет. Потому что ей надо восстанавливать его. А на восстановление надо затрачивать энергию. А энергия – это потеря заряда. Поэтому, вот так сказать, я произвёл расширение законов. Ну, получилось так, что вот это самое. Тут говорилось ещё, почему, ну дальше расскажу. Вот основные графики. Вот показано, как происходит изменение заряда. Вот, так сказать, классическое изменение заряда. Но приближение к массе чёрной дыры, он будет, так сказать, вот, как бы загибаться и уменьшаться. При этом будет происходить излучение. Это наподобие аналога томсоновского излучения, когда электрон вбегает в среду, где скорость света, ну, так сказать, для него больше. Он сбрасывает с себя, как бы, вот эту энергию и тормозится, и, ну, приравнивает свою скорость, ну, вот к скорости той среды, в которую он попал. Да. После того, как вот это, ну, как бы, вы выдвигаете теорию, хотелось бы понять, а как это предстоит физически, правильно? Ну, вот говорят, говорят, я, допустим, иногда там рассказывал, противоотносительности, там, вот студент рвёт на себя рубашку, говорит, я ничего не понимаю. Я говорю, ну, время четвёртого измерения. Говорит, я не понимаю, шестое, не понимаю. Поэтому возникла необходимость вот как-то это объяснить в рамках классической физики. То есть, ну, мы не подписывались отправляться в дурдом, как бы, это самое. Поэтому вот приводятся такие методы, объясняющие вот эти процессы. Ну, вот, когда вы ловите рыбу, вы взяли и забросили, допустим, удочку. И у вас, допустим, вверху удочки, ну, весы, ну, какие весы? Вот, например, пружинка, и вы видите, что вес, ну, там, килограмм повесили, у вас килограмм, да? Вот, удочка изогнулась. Но когда вы начинаете двигаться, правильно, возникает сопротивление среды. И пружинка уже показывает не один килограмм, а два. Откуда там два килограмма? Три, пять, шесть килограмм, откуда пять? Там я точно знаю один килограмм, гирька. Всё. Поэтому говорится, что это сопротивление среды. И такое объяснение понятно, логично и в рамках, так сказать, классической физики. То есть сопротивление среды. А почему вот возникло такое явление, как сих? Вот тут предсказалась новая теория, как бы, вот это расширение показало, что возникает такое явление, как сих. Ну, когда я вот тоже беру, цепляю крючок на удочку и тоже начинаю, вот удочка начинает изгибаться, показывает, что масса увеличивается, хотя я знаю, что там нет. Он вот так крутится, 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 но дойдя до определенной скорости, вдруг удочка раз и выпрямляется. Почему? Потому что вот этот вот крючок перестал такие движения делать, а выстроился, стал вот так ровно. И тогда сопротивление упало, и это показывает, что масса тоже как бы упала. Поэтому вот здесь и показано, что масса, видите, возрастает, потом раз, падает. То есть вот такое объяснение, простое, физически и наглядно, помогает понять вот эти вот процессы. Ну вот эти формулы. После того, как вот с теорией относительности, так сказать, как-то исследования, ну, теория относительности Эйнштейна, она выдвинула искривление пространства-времени. Когда вот начали исследовать гравитацию, оказалось очень странное, ну, гравитация оказалась там много непонятного. Во-первых, вот из формул там выходит, что мы не можем сжать тело больше определенной величины. То есть, видите, там классическая гравитация, вот показывает, R квадрат, что может увеличиваться до бесконечности. Теория же показывается, нет, имеет предел. Вот есть определенный предел, дальше которого вы тело сжать не можете. Это 100%. Это вот, как говорится, теоретическая выкладка, ну, как черная дыра. Что такое черная дыра? Это когда мы сжимаем тело до такой величины, что свет, как бы, мы не видим на большом расстоянии. Хотя с черной дырой массу спекуляций, почему? Потому что я подошел ближе на полурасстояние, и вы вместо черной звезды видите уже звездок с красным смещением. И пойди догадайся, так сказать, либо она от вас убегает, понимаете, либо, как бы, это вот гравитационное, так сказать, ну, влияние, потеря из-за гравитации. Только по отношению к другим объектам вы как-то можете вот этот момент уловить. А так ничего подобного. Поэтому, когда, или говорят, что из черной звезды нельзя выбраться, тоже обман. Вы посадили там, так сказать, ракету, правильно, начали двигаться, она энергию исчерпала. Ну, если вы ей дали крошку, дозаправили ее здесь, правильно, то уже с новой точки это самое, потом дальше опять дозаправили, дальше опять дозаправили и вышли, все. То есть то, что свет, да, свет не может выйти, потому что вы его не дозаправите. А космический корабль, да, пожалуйста. И так оказалось, что гравитация имеет ограничение на сжатие. Второе следствие. Оказалось, что, видите, вот когда гравитация из-за вращения на большом расстоянии должна иметь вот эту вот добавку, ФР, из-за вращения. Вот эта вот добавочка. В результате была выдвинута гипотеза, что странно, она как бы там загибается, там тоже загибается. Может, мы имеем дело с нормальным законом распределения. Была выдвинута гипотеза, что мы вот не квадратичный закон имеем, а нормальный. Вот я в прошлый раз делал доклад, девочка спросила, это теория? Я говорю, нет, это гипотеза. Почему гипотеза нужна? Ну, ограничение на гипотезу, это ограничение на развитие науки. Наука развивается через гипотезы. Поэтому всегда любые гипотезы надо высказывать, поощрять так-то и так-то. Ну, так развивается наука. Пробуем так, пробуем так, пробуем так. Какое-то, ну, даже ядро сначала, форма ядра была в виде булочки. Булочка с изюмом, так сказать. Потом развивалась, ну, по крайней мере, можно что-то исследовать. Когда была выдвинута гипотеза, что нормальный закон, оказалось, что это не так. То есть гравитация оказалась довольно-таки, с одной стороны, и простым, а с другой стороны, и таким сложным явлением. Я попытаюсь объяснить. То есть было понято, что мы имеем дело с водоворотами, из теории исследователей. То есть сейчас вот в современной эфирной теории есть два направления. Это Тор от Сековского, ну, как я говорю, развивается через гипотезу. И водовороты, это вот яловенка моя, которую я как бы объясняю. То есть когда две частические, вот есть эфир, правильно? Что такое водоворот? Вы берете две струи и сталкиваете их, воды. В результате возникает, что водоворот. Казалось бы, что водоворот имеет нормальный закон распределения. Оказалось, не так. Нормальный закон распределения — это когда на тело действует множество равновероятных сил. Тогда он располагается в виде нормального закона распределения. Но здесь действуют две силы. Поэтому мы имеем дело с экспонентой. Сейчас я попытаюсь... А, вот. В доказательстве, которое я буду приводить, я буду использовать метод подобия. Чтобы лучше понять это, это надо... Вот интерференция света. Мы берем интерференцию света, делаем ее как классическую. Но то же самое можно взять тазик, положить две пластиночки, вибратор, две щели. И получить такую же интерференционную картину. И мы говорим, что эти явления подобны. Вот этот принцип подобия, что природа построена по подобию, я и буду использовать. Вот вы видите водоворот. Вот один классический водоворот. Это замерили американцы, распределение его. Вот такое давление, видите, изменение плотности. Что такое изменение плотности? Это когда я стою, сзади меня бьют 10 шариков, а спереди 8. Куда меня будут толкать? Ну, конечно. Если с одной стороны меня толкают 10 мужчин, а с другой 8, я буду двигаться в сторону наименьшей плотности. Это и есть гравитация. Я буду ставить эксперименты на базе водоворотов. И потом те результаты, которые будут получены, я буду переносить на гравитацию. И буду доказывать, что это явления подобные. Вот мы видим, что здесь гравитация и плотность одинаковые. Но здесь вот это изменение плотности создано столкновением двух квантов. То есть два кванта сталкиваются, и их поступательное движение превращается в вращательное движение водоворота. Ну, здесь вот опять формула на ограничение. Да. Здесь немножко рано. Ну, вот я объясняю, как эта теория сталкивается с классической физикой. Вот строение ядра. Сейчас я... Механическая модель фиа света. Вот теория фактически гравитации. То есть мы видим, что в центре Земля корабль с одной стороны, вот четыре барашка, с другой два, и нас притягивают к Земле. Вопрос, а почему вот так создается такое изменение плотности? Ну, это нормальный вопрос. Ну, вот смотрим тоже, вот кораблик тоже, видите, столкается к Солнцу. Вот сталкиваются два кванта. Они образуют водоворот. В результате... Ну, вот последовательность образования. В результате они образуют электрон и позитрон. И разбегаются, расталкиваются вот здесь. Почему образуется электрон и позитрон? Вот можно спросить, как бы, почему образуются две стабильные частички? Я дальше это покажу. Ну, вот он, так сказать, водоворот, водоворот, водоворот. Обычно в физике не понимают, вот берется, сталкиваются две частички, правильно? И получается две новых частички. Мы взяли две машины, столкнули, образовались четыре машины. Ой-ой-ой, непонятно. В то же время для водоворотов это элементарно. Вот видите, сталкиваются два водоворота, получается четыре водоворота. Еще раз говорю, я в доказательстве, к математическим выводам, которые здесь говорили, я делаю еще метод подобия. То есть эксперименты, которые облегчают понимание того, что я говорю. Вот два водоворота сталкиваются, если они противоположны закрученные, но образуется волна. Это явление вы можете увидеть на речке, посмотреть, как два сталкиваются водоворота. Как правило, образуются два водоворота и еще волна такая уходит. Ну, когда сталкиваются там три водоворотика, четыре водоворотика и волна. То есть к вам как бы свет, аналог. Ну, вот эта схема. Ну, как создаются водовороты? Берете две струи воды, направляете, правильно? И образовался водоворот, и он пошел. Потом раз в другой пошел, раз в другой. И вы их можете сталкивать. Это вот водные эксперименты по аналогии с интерференцией света. То есть я говорю, что гравитация и водовороты – это одно и то же. Это подобные явления. Мы можем вместо, допустим, с интерференцией света сделать опыт на звуке. Ну, тяжелее, но то же самое будет. Просто иногда говорят, что там поверхностные натяжения, все такое, не совсем одинаковые, так-то и так-то. Итак, почему образуется вот такое изменение плотности? Если мы возьмем водоворотик, вот здесь один создадим, рядом создадим второй, вот этот водоворотик будет создавать наклон определенный. Второй водоворотик будет создавать другой наклон, третий, другой наклон. И они будут что? Складываться. То есть каждый водоворот имеет определенную сигма, дисперсия, отклонение от среднего значения. А на далеком расстоянии это отклонение от среднего будет складываться. То есть образуется как бы суммарный водоворот с отклонением, ну, равной сумме вот этих водоворотов. Вот эта схема, вот это показывает. Вот видите, вот один водоворотик, второй, вот эти. Один водоворотик, второй, третий. В результате возникает суммарный водоворот с суммой сигм. Вот это ключевой момент, который нужно понять. Ну, или как бы, так сказать, захватить. Ну, тут видно, опять складывается. Мы видим, что, ну, я сказал так, что сначала было принято, что имеет нормальный закон. Потом оказалось, что имеет экспонент. Почему? Потому что, ну, 2% процесса сталкиваются и образуется вот такое явление. Здесь еще вот есть, так сказать, вот водоворот, мы видим экспонента. Видите, вот здесь вот такое явление, которое очень интересное. Когда мы наблюдаем вот эти водовороты в природе, мы видим, что вот здесь экспонента. Ну, когда водоворот доходит до дна, из-за придонного сопротивления, ну, трения вокруг, возникает вот такой загиб. То есть мы видим экспонент, но уже с вот такой добавочкой. Вот видите, экспонента. А здесь вот мы как бы ее воткнули в лист, и она искривилась вот здесь из-за сопротивления. Поэтому не совсем. Я вот, допустим, когда делал выводы, я использовал выстрел из ружья. Казалось, я говорю, это тоже подобный процесс. То есть вы, когда стреляете из ружья, давление, скорость пули нарастает, нарастает. Вот видите, как здесь, да? Вот по аналогии с гравитацией. А потом она вылетает и тоже начинает по экспоненте затухать. Почему по экспоненте? Сопротивление среды, она прошла 500 метров, скорость ее упала в два раза. Это означает, что вы через это расстояние как бы опять стреляете уже не тысячу метров пуля, а 500 метров. Она через какое-то, через 500 метров опять падает в два раза. То есть, ну, экспоненциальная зависимость. Ну, там еще на сопротивление воздуха и все такое прочее. Но, в принципе, суть как бы такая. Итак, мы доказываем, что гравитация и водовороты — это подобные явления. Это то же самое, что интерференция света и интерференция на воде — это тоже подобные явления. И ставя эксперименты на воде, мы можем их переносить на свет. Ставя эксперименты на водоворотах, мы можем их переносить на гравитацию. Ну, вот тут показано, как изменяется плотность водоворота. Вот видите, придонное сопротивление, и оно вот эту нашу экспоненту вот так закругляет. Это важный момент, он будет показан в галактике. Ну, почему закругляет? Когда вы встанете в центр водоворота, да, то вы не будете испытывать, ну, вот как вот. На вас не будут действовать никакие силы, потому что давление справа и слева одинаковое. Ну, вот, допустим, смерч, когда корабли их крутят. А когда вы попали в середину, у вас там тише, бладь, и, как говорится, хорошая погода. Ну, вот здесь разбиваются вот на некоторые зоны вот такие. Вот, опять-таки, когда пришлось исследовать водовороты, коль мы, коль я сказал, что гравитация и водовороты – это подобные явления, вот тут водовороты, вот. Вот, и тут еще вот добавка на закручивание. То есть, когда водоворот вы формируете, здесь у него экспонента, а на большом расстоянии надо уже делать добавочку. Помните, я говорил, что там надо было добавочку сделать? Вот это как раз водоприрода вот этой добавки. Ну, вот экспонента, вот, что сигма складывается. А, вот водовороты классические. Вот это самое точное определение, вот подобия циклоны. Я говорю, что мы, вы плоские. Вы состоите из плоскостей. То есть, электрон плоский, протон плоский. И только за счет равномерно-статистического вращения вам кажется, что он объемный. Ну, к примеру, я беру монетку, закругливаю ее, правильно? Она же вам кажется какой? Объемной. Если будете ее исследовать, бросать в нее такие крошки, она не будет плоской, она будет объемной. Вот, когда мы исследуем протон, мы в нее кидаем, 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 и он кажется на плоский. Но иногда, когда плоскости совпадаются, он проходит. И мы говорим, вах, 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 что такое, как это может быть, там, вот, статистически. На самом деле, просто плоскости совпали, и они прошли. То же самое можно эффектно наблюдать при вентиляторе. Когда вы включили вентилятор, правильно, вы на него кидаете крошки, ну, стреляете, допустим, массовыми пульками. И пульки отсказывают. И вам кажется, что вентилятор плоский. Но иногда эти пульки проскакивают. Это означает, что они просто прошли в этот момент через лопастями. Вот, так сказать, это самое. Почему плоскость? Плоскость, чем характеризуется плоскость? Ну, лист плоский. Это означает, что ширина листа много больше его высоты. И вот это вот наиболее правильно. Но в силу того, что трудно делать, как говорится, водовороты вот такие, мы используем водные водовороты. Просто как, ну, легче. Это то же самое, как я могу поставить звуковую интерференцию и водную интерференцию, световую. Ну, вот возникают вот такие эти самые. То есть, можно объяснить гравитацию, ставя опыты, допустим, вот в школьных, так сказать, лабораториях. И говорит, что это вот одно и то же. Потом я покажу, как они переносятся на гравитацию. И мы получаем те же самые уравнения. То есть, гравитацию я могу вывести из уравнений водоворота. Это 100%. Если хотите, можете почитать мои работы. Я не хочу сейчас время, так сказать, лет, но это вот, оно выводится математически. Вот следующая. То есть, формула Ньютона выводится из обращения движения? Из водоворота. Да. Это я могу показать, сейчас есть время, но просто я не хочу телеть. Вы посмотрите, там математика, я не хочу. Если можно, это тоже на дополнительном разговоре. Это очень интересно. Там же скорость есть, есть ускорение. А в формуле Ньютона ничего такого нет. Нет, да. Ну, во-первых, я сначала обратился к Ньютону. Там вот посмотрел Ньютон. Вы модифицируете формулу Ньютона. Ну, во-первых, что такое Ньютон? Я взял 78-ую страницу, допустим. Там он выводит 2n-1 и считает, что полкубическое отношение подставляет. И получается, что пропорциональная квадратура расстояния. Вывода нет. Что там, ну, там скажи, что пропорционально этому, обратно пропорционально, и все. Что там, 500 из 100 писать? Ну, вывода у Ньютона нет. Он ссылается на Гука, Реля и Галлея. Он говорит, вот Гук, Рей и Галлей тоже пришли к такому выводу, и я тоже пришел к такому выводу. Вот как бы вот так. Но вывода нет. Я попрошу, если есть возможность, почитайте, пожалуйста. Я не увидел там вывода гравитации у Ньютона. Так сказать. А здесь я выведу математически вот это вещи. Понимаете? Вот эту формулу. Ну, давайте так сказать. А, почему образуется вот, вот видите, вот так изменяется плотность. У нас, когда в эту изменяющую плотность входит синусоида. И оказывается, существует только раз, два и три варианта, это так называемых стабильных водоворотов, или правильных водоворотов. Когда плюс против минуса и минус против плюса. Пусть кто-нибудь из физиков объяснит, почему существует электрон или протон. Никто не объяснит. А здесь она выводится, потому что по-другому вы никак не впишите. Понимаете? А когда происходит рассолосование, вот эти вещи, они распадаются. И еще нейтрино, вот это третье. Вот мы берем, тут накладываем частотную характеристику и получаем вот раз, два и три. Все. У других частиц быть не может. Кроме электрона и протона больше ничего нет. Все остальные частицы будут согласованы и будут распадаться. То есть там плюсик против минус не будет совпадать. Ну вот опять подобный процесс. Вот видите, я беру, ставлю водоворот, а вот Солнце. Я говорю, что так-то и так-то. Вот посмотрите, вот видите, здесь изменяется плотность. И здесь изменяется плотность. Дальше я покажу, как гравитация связана со временем. Ну, там чуть позже у меня это самое. Ну, вы посмотрите. А, да. Еще одно следствие. Оказалось, что вот, когда мы разворачиваем волчок, вот эти силы, которые удерживают, тоже имеют гравитационную природу. Это непонятно, но вот если вы возьмете тот же волчок и раскрутите его в воде, он будет разгонять от себя вот эту воду и тоже будут возникать вот эти вот явления, которые мы наблюдаем. То есть природа явления, вот тоже описывается так. Ну, вот видно, как гравитация, можно вот планетой и можно поставить водоворотой. Вот здесь тоже подобные явления. К сожалению, пять минут у вас осталось, подумайте, может быть, вывод сделать, а что-то оставить. Ну, давайте я тогда вывод сделаю, так сказать, сразу, так сказать, уже вот. Красиво. Вот смотрите. Картинка у вас блестящая совершенно. Нет, проблема была в чем-то, так сказать, у нас, что надо было это объяснять студентам. Они не понимают это, что говорят, мы не понимаем, что вы говорите. Нет, они говорят так, гравитация, это то, что притягивается. Почему притягивается? Ну, потому что не Ютон сказал. Ну, это же не серьезно, понимаете. Когда я объясняю вот так, они понимают, что причина этого явления. Второе, смотрите, вот если вы, почему, я говорю, что вот тот подход, который, он правильный. Сейчас я покажу здесь это самое, вот уже так, перейду к концу. Чтобы уже тогда закончить. Сейчас, вот здесь, тут самое главное. Вывод же, понимаешь, так сказать, вот. Вот, гравитация черной дыры плоская. Вот мы представляем в качестве водоворотов, когда мы их сжимаем, вот получаем вот такую картинку. Видите, так сказать, вот превращение обычной гравитации в плоскую гравитацию, это как вращающиеся диски, когда мы их собрали, гравитация стала плоской. Вы когда мы слышали, что гравитация может быть плоской, вот эти вот диски, вот как объясняется плоская гравитация, ну вот, кривые вращения галактик. То есть, чем больше вот этих дисков, тем больше скорость галактик. Ну вот тут поставлены эти диски, вот так, вот так, вот так. То есть, простое объяснение, без всяких каких-то сложностей. То есть, многие такие вот явления объясняются очень просто. Вот здесь изменение гравитации показано, как от обычной классической гравитации мы получаем плоскую гравитацию. Второе, вот опять, вот опять. А вот закон сохранения гравитации, самое интересное. Это когда плоскую гравитацию и сферическую гравитацию сравним, происходит закон сохранения. Это когда вектор так, вектор так, вектор так, плоская. А когда мы всех становим вот так Мы получаем сферическую гравитацию Но закон, если возьмем интеграл По объему Сохраняется И теперь Вот самый такой Вот выводится из Гравитации Из вот этих вот формул Так, сейчас вот самый главный момент А, все Ну вот, как говорится Говорил, говорил, а что конкретно Ты можешь сказать, как говорится Это же пойди проверь, правильно Что сказать А мы Физика это конкретная наука Так вот, если мы будем Попытаемся вычислить притяжение Солнца к Луне и Земле к Луне И сравнить, то оказывается Солнце притягивает Луну В два раза больше, чем Земля Вот вы стоите Правильно Я вас тяну сюда А два человека вас тянет В другую сторону Куда вы пойдете По расчетам показываются По ньютоновским законам Мы должны уже потерять Луну Она уже должна быть На полпути к Солнцу На самом деле Что говорит водоворотная гравитация Что если вы Решите такую задачу Вот у вас есть один большой водоворот Затока Я вот тут раньше Вот водоворот И в нем есть другой водоворот А в этом водовороте Есть еще один водоворот Решите математическую задачу Как вот этот большой водоворот Затоки Влияет на третий водоворот Который внутри водоворота А? Да никак Нет, а можно вычислить Насколько это самое То есть Законы Ньютона Они не всемирные Как вам говорят Это обман Стопроцентный обман Они не работают Для внутренних планет А водоворотный подход Позволяет описывать процессы Так сказать Включая и внутренние планеты Потому что мы рассматриваем Почему ошибка происходит здесь Потому что вот этот наклон Который создает Солнце Я же сказал Что сигмы складываются Правильно? А сигмы для воды Они более такие крутые Поэтому В уравнениях Надо еще вводить наклон То есть наклон Который создает Солнце И наклон Который создает Земля Они разные Их вот здесь Когда Вот я ввел Получилось 41 к 40 А у Ньютона в 2 То есть Либо мы с Луной Либо мы без Луны С Ньютоном мы без Луны А вот по этой системе Мы с Луной И Получаются более правильные Более корректные Так сказать Уравнения Которые позволяют Описывать эти явления То есть Есть два Ньютон Он описывает Только вращение планет Но внутренние Применять Законный Ньютон К внутренней планете Это неправильно Возьмите карандаш Приверьте Или посмотрите На мою статью Там все расчеты Приведены Пожалуйста Вопросы Или как Ну Не закончил Но Почти закончил А Еще есть Две минуты Время А нет уже Да Ну ладно Скажите пожалуйста Время Там с ним Полный Вортаж Я хотел спросить Где у вас Это Описано Чтобы Ознакомиться И второе Вы На основе Своих Вот Известаний Не Рассматривали Вопрос Как бороться С циклоническими Явлениями Нет Не рассматривал С циклоническими Явлениями Я понял Не хватило сил Не хватило Время Есть Мы К сожалению Работаем Вы можете набрать Вот Яловенко СН Только Не Буква К И там Есть И есть Шесть книг Я привел Впереди Где Есть Вот тут У нас Книга Я тут Выложил Можете Как бы Взять Ну там Как бы Ознакомиться Частично Так сказать Вот К сожалению Ушедший От нас Алексей Шленов Которого Мы тоже Не вспомнили Ну вот Значит Он Объяснял Гравитацию На основании Эффекта Экранирования Каким-то Образом Перекликается Ваш подход Нет Не перекликается Я в курсе Всех теорий Я с уважением Отношусь К другим Теориям Я понимаю Что я же Сказал Нет Что Наука Развивается Через гипотезы Понимаете И любая Высказанная гипотеза У меня В это уважение Причем Человек Работал Пытался Объяснить Те явления На базе Тех знаний Которые Он есть Я пытаюсь Объяснить Тоже Те явления На базе Тех знаний Что есть Но в отличие От всех Я ставлю Использую Метод подобия Пусть хоть Один Кто-нибудь Скажет Что он Может Сделать То же Самое Я говорю Что гравитация И плоские Водовороты Это явления Подобные И они Выводятся Уравнение Гравитации Выводится Из явлений Водоворота Есть книги Вы можете Посмотреть Там Я там Описан У меня вопросик такой Для проверки Вашей теории В принципе Значит Мы подбросили Камень На земле И он стал Ускоренно падать Объясните Почему он падает Равно Ускоренно Я понял Ну Здесь Можно вывести Равно Скоренно Правильно Это то же самое Что мы берем Камень И перо И бросаем Дело в том Что я понял Силы на атом На каждую Молекулу Или на каждый Атом Действуют Одинаково Поэтому они Как бы И перо И камень Падают Одинаково Ну В безвоздушном Простанте Если убрать Потому что А равно Ускоренно Это выходит Из формулы Пропорционально Квадрату Расстояния Вот это Вот выводится Так сказать Но это Я не понял Вы хотите Везнастическую Суть этого явления Конечно Она и физическая И математическая Одновременно Ну Если правильная Теория Я понял Вот математически Я как бы Так сказать Это понятно Как выводится Это в любом Учебнике А вот физическую Сущность Мне надо Подумать Я вот Сразу Вот так Не могу Сказать Я могу Вот Показать Что законы Эйлера Третий закон Эйлера Это всего лишь Закон сохранения Энергии Так сказать Он выходит Из вот Этих моментов Ну У вас Я понял Что Боговороты Всего Энергии Да Безусловно Потому что Я понял Абсолютно Абсолютно Заряд Заряд Это растянутый С эфира Сейчас с эфира Начнем Вот кстати Вот эти вопросы Которые вы задаете Это же классические вопросы Которые мне задают Вот Поэтому я на них Как бы Уже Вот эфир Что такое Так сказать Эфир Это Эфир состоит Из двух частичек Е и H Которые вращаются Вокруг Общего центра Вот когда мы Возмущаем Сейчас попытаюсь Сразу уточняю Чего Если это частички Тогда есть пустота Я понял Смотрите Во первых Эфир Уже заполняет Пустоту Правильно Нет Нет Неправильно Я там Описываю Как вот это самое Там есть еще Так сказать Вот Давайте сначала Строение эфира Теория света Подождите Давайте по гравитации У вас заявлено Поэтому Да Ну вы спросили Давайте у вас вопрос Ну вот теория света У меня вопрос будет С точки зрения Дилетанта Я не стесняюсь Я признаю Дилетант Но как говорится Поговорки Профессионалы построили Титаник А дилетант Построил Ноев Ковчег Так вот Я прослушал Ваш доклад Мне стало даже интересно И можете вы Вот сейчас После доклада Все таки дать Четкое определение Что такое Гравитация Я по крайней мере Не уловил Я понял Гравитация Это У меня еще Пару вопросов Эфира Масса Это Объем Водоворота Микрофон Гравитация Это Изменяющаяся Плотность Эфира Созданная Вот Водоворотами Ну Как бы Дополнение Если вы хотите Какими водоворотами Плоскими Водоворотами Так сказать Почему они Существуют Так сказать Потому что Эфир Это сверхтекущая Среда Это я Ручку бросил Она остановилась Если я в космосе Бросил Вечно И бесконечно Также водоворот Который Создается Он вечный И бесконечный И сумма Этих водоворотов Плоских Создает Вот эту Гравитацию А почему он Создает Водоворот А Потому что Поступающее Движение Квантов Превращается В вращательное Движение В водоворот Говоря О водоворотах Это У меня что-то Сразу всплывает От Таких Определения Как торсионы Торсионные поля Излучения Это не тоже Нет Торсионные поля Я вообще не понимаю Что это такое Давайте не продолжайте Это как плоская земля И плоская голова Можно еще один вопрос Будьте любезны Если гравитация Изменяющаяся Плотность эфира Значит ли это Да здравствует Архимед И Эврику Надо по-другому Интерпретировать Архимеда Все описывается Архимедом Законы Архимеда Если вы возьмете На космический корабль Они действовать там Не будут Они относительные Законы Архимеда Поэтому ваш вопрос Некорректный Но для моделирования Этот Он подходит Понимаете Он подходит Вот для моделирования Мы же водовороты В воде делаем Понимаете И тогда они подходят Но переносить эти явления Ну я же говорю Это не всеобщее явление Это вот как говорится Гравитация Ньютона Всеобщая Всемирная Ничего подобного Вы ей даже не опишите Внутреннее Луну Не опишите движение С помощью гравитации Гравитации Ньютона Она относительная И там когда Для Луны Надо вводить Дополнительный угол Наклона То есть наклон Который создает Солнце И наклон Который создает Земля Они разные И их надо Учитывать А они не учитываются Да пожалуйста У меня Короткий вопрос И надеюсь Короткий ответ Значит вот Вы говорите Что эти все вихри Создают нечто Математически Вы приходите На основании этого К той же формуле Всемирного тяготения Или Как я видел Она у вас Несколько модифицирована Ну и больше Ничего нет Вот Вот в этом вопрос И мы приходим Вы обменичиваетесь Вот этой формулы Чуть модифицированной Или Ну я продолжу Свою Да я понял Я понял Вот скажем Закон Кулона Он статичный Но есть еще Лоренцева силы И как я утверждаю Еще десяток сил Которые проявляются В движении Вопрос здесь Такой же Есть вот Сколь угодно Хорошо Модифицировано Статическое Есть ли что-то Формула Дополнительная А я Так про себя Скажу Что есть С моей точки зрения Которая Которая Да Которая связана С движением Даже скажу больше С моей точки зрения Связана Не со скоростью А с ускорением И для гравитации Должна быть Не некая Скорость света Или что-то подобное А некое Ускорение Связанное И типичное Для этого Но это я уж Извините Себя Рекламирую А для вас Вопрос такой Кроме Статической Формулы Есть что-то Следующее Из вот этой Вихревой модели Естественно Вот когда мы Пишем Единица Р квадрат Что это такое Вот вам никто Не ответит Это потому что Сфера Она Он размазывает Вот этот вихрь Вот этот вихрь По сфере Да Он размазывает Вот этот водоворот Когда мы соберем Сумму Получим общий И он размазывает Вот это все По вот этой сфере То есть водоворот Это движение А вот это Размазывание его По сфере А вот это Е Экспонента Который добавляется Это когда сжимается Вот этот вихрь Перестается размазывать По сфере Это вероятность Распределения По сфере И он собирается Вот в эту сторону И тогда по экспоненте Они уравновешивают Друг друга И Сферическая гравитация Переходит в Полскую гравитацию Или вот Гравитацию Элипсоидную Если вы хотите Спасибо Большое Я понял Значит Исключительно Интересный На мой взгляд Доклад И повод Для размышления Дающий И все Есть Скажу Единственное Что Что сейчас Судя по интернету Я вот смотрю Чем интересуется Народ Самое интересное Не электродинамика Там всякая Не даже термодинамика Не термодинамика Не термодинамика Бешеный интерес К гравитации Если вы посмотрите Академию Вот там где Всякие эти Вещи Вот Вы увидите Будет Ахнете Насколько Это все Просто Вот знаете У меня Несколько Замечаний Вы все время Говорите Водоворот То есть Это подразумевает Что в жидкости Идет Вот эти Вихры Надо Вихрь Вот Я Рефлекторно Сразу У вас Вставил Вот это Неудачно Водоворот Смотрите Водоворот С ним Проще Ставить Эксперимент Плоский Водоворот Трудно Сознать Мы Дело С плоскими Водоворотами Вот Как я Показывал Там Когда На поверхности Вот нашего земного шара Образуются Плоские Вот такие Водовороты Мы их называем Смерчами Циклонами Но в принципе Это одно и то же Понимаете Я хотел показать Что это Не одно и то же Я просто Хочу внести Пояснение Вот когда Вы говорите Вихрь Это подразумевает И в газе И в жидкости Вихрь Это и в газе И в жидкости Отличие В жидкости Что он не сжимает Понимаете Вот у него Распределение Идет равномерно А газовый вихрь Вот сжимает Поэтому вот это Разные вещи Вот это надо учитывать И вы где-то Вот я там несколько раз Видел что у вас Путаница получается Когда вы пытаетесь Я хотел задать Вот вопрос Закладчику Понимаете Вот иногда идет путаница Если большая плотность То это что-то Это сказать Вот ну Железное Понятно На самом деле Это не так Есть величина Свободного пробега Вот у меня есть Четыре мяча Я их положил Вот в эту сумку И они уже не сжимаемые А если я брошу туда четыре монетки Они будут трястись И еще будут здоровы Поэтому Вот тут Не совсем точно То есть большая плотность Не означает Что это что-то твердое А эфир Это сверхтекучая среда Вы можете через него бежать И какое там сопротивление Да никакого Вот именно поэтому Что надо вихрь Говорить всегда О вихре Потому что Есть вот Вы правильно сказали Нет Вот если вы будете Крутить твердое тело Это одно Если вы будете Жидко То вот эти Фазовые состояния Они по-разному Себе ведут Если правильно Совсем сказать То надо сказать Не водоворот А эфировод Водоворот Но люди пока Не понимают Эфировод Для них это как запрет И это значит Что-то неправильно Понимаете И сразу Реагируют Вихрь Просто вихрь Это в газодинамике Вообще Где угодно Гидродинамика Это распространенный термин Вот обратите внимание Это просто совет Вам Чтобы вы Вас понимали правильно Ну Я боюсь Что мы Илье Викторович Уже мало Оставили Не, не, не Время есть еще Да Два часа Четверть Четверть часа осталось О строении эфира Я рассказывал В прошлый раз И мне показалось Там Двенадцать Ну вот модель эфира Чтобы было понятно Так сказать Как вот Механическая модель Которая Ну позволяет Это Передача Момента вращения То есть в эфирной теории Это нету Поступательного движения В принципе Это невозможно На микро уровне Это передача Момента вращения Вот я вращаюсь Эфир должен вращаться Если что-то не вращается Мы это не можем увидеть Это как у динозавра Если не движется Значит нету Поэтому передача Момента вращения Эфир состоит Из двух частей Это как ноль И единица Вращающихся перпендикулярно Поэтому возникает Световая волна Но это Немножко отдельная тема И может Надо сказать Большое спасибо В принципе Я это все Излагаю более-менее подробно